так использовала я обыкновенную ткань это что-то типа белого атласа может быть атласы есть я не очень хорошо разбираюсь тканях подклеивала с обратной стороны медицинской тканью на бумажной основе это конвертиком придала немножечко твердости я бы сказала набивалась антепоном оклеивала я вот этой вот пряжей но пряжа под шерсть норки естественно это не натуральная норка конечно это я даже не представляю как можно такую опушку было бы сделать из натуральной вернее такую пряжу но тем не менее очень хорошего качества она очень похожа на натуральную шерсть вот ленточки у меня а классная на один бантик ушло 10 12 сантиметров бантики украшены полубусинами цветными диаметр где-то примерно 45 миллиметров вот есть у меня разные розово-голубая белая гамма кроме вот этих вот цветных есть очень мелкие белые те и другие где-то два с половиной примерно диаметром очень они хорошо подходит если нужно имитировать росу очень украшают имиджа я украшала и заколочки вот о чем я говорю вот на оранжевом цветочки эти полубусинки так что мне еще мне тут еще розочки из тех цветочков с фоамирана которые мне по картинке на али показались из ткани на самом деле это фоамиран они довольно примитивные и я в общем эти цветочки разбираю на составляющие из зеленых делаю листочки подрисовываю вот из розовых у меня такие вот розочки получились цветов там несколько фиолетовый по-моему бирюзовый белый желтый но вот пока розовым только пользовалась так что еще все остальные мелкие цветочки кроме вот фиолетовый желтой серединкой я сделала сама вообще лучше всего брать на них ленту 2 2 с половиной сантиметра шириной у меня есть два вида фломастеров которыми я подкрашиваю ленту сначала фломастер несколько штрих очков затем в одну палочку окунаем водку и растушевываем краску и иногда получается очень интересные варианты когда краска легла не неравномерно научил меня этому мастер рукодельница высшего класса я бы рассказала наталья из испании ссылочку на ее канал я оставлю под видео очень у нее много там полезного девушка настолько щедрая она никаких секретов не делает вообще не с чего вот и чем ценная информация из ее канала дай бог ей новых идей процветания наташа спасибо большое вот листочки листочки у меня обыкновенные гирлянда или веточки искусственные были когда-то очень популярны мы тут обвешали в квартире все что могли потом конечно мыть пылесборники поснимали я их отмыла все и упаковала спрятала сейчас вот они мне послужили материалом для декор букетиков вот сами конвертики набиты синтепоном вот их этот сувенир желательно подвешивать поэтому петелька клеевой пистолет и принципе больше ничего конечно работа у меня шла конвейером сначала нарезка ткани оклейка изнутри вот как я уже говорила можно просто наклеить на клей пва еще один слой какой-то ткани и это укрепит материал для конвертиков он станет плотнее и будет держать форму можно по всей поверхности наклеивать два вида ткани можно по краям но я бы наверное все таки по всей поверхности наклеила большим куском затем сделала выкройку выкройка у меня семь с половиной сантиметров на семь с половиной квадрат восемь с половиной это уже достаточно большой получается букетик вот первые два я делала как образцы для организаторов там восемь с половиной они довольно объемные получились нет не очень понравилось да здесь два вида цветочков с алиэкспресс и это пластик в общем вот это вот бледно-желтая в крапинку веточка и вот это вот этот вот фиолетово-сиреневый такой теплый оттенок желтой серединкой покупной в общем то и даже и все ну вот посмотрите здесь просто покрою собрана ленточка ленточка 0 5 сантиметров шириной и просто украшена босинкой вот так здесь кое-где видно ниточки это не ниточки это засохший клей ниточки клея из пистолета и так их не вооруженным глазом не очень хорошо видно а вот сейчас я сделала небольшую съемочку и буду смотреть где что нужно почистить и убрать вот вроде бы как все что я бы хотела рассказать об этом сувенире это пробная работа идея конечно естественно это не моя я увидела сначала у испанок потом а еще одна рукодельница которая занимается свадебным декором но у нее покупные кулечки и далее она склеивает их по диагонали прикрывает кусочком красивого кружева сверху наклеивает брошь кабошон с подвесочкой и вклеивает одну веточку розочек или там еще каких-то искусственных цветочков и все этот сувенир был у нее предназначен для гостей которых пригласили на свадьбу я считаю это памятный подарок это хорошая идея вот ну я вот такую вот идею воплотила видимо букетиков цветов и от сами колпачки обратите внимание они действительно колпачки для гномов вот и положить туда можно что угодно будет у меня второй вариант новогодний возможно это будет не единственный вариант поэтому есть где разгуляться просторы фантазии тут нет не ограничен ну вот ну что повторюсь еще раз было у меня заказ сделан буквально вот несколько дней назад времени у меня было маловато и причем ну как заказ был я решила сделать подарок для подарок для победителей фестиваля фестиваля фестиваль творческий танцы песни еще какие-то там виды творчества вот и сегодня у меня приедут их уже скоро заберут поэтому я быстрее и быстрее снимаю видео фотографирую чтобы это все показать в инстаграме в этом на ю тубе блоге у себя работа понравилась конечно это три дня я по вечерам с ней сидела есть у меня еще заготовки штук семь восемь наверное и парочка у меня розовый полиэстер на кулечке что было под рукой что лежала рядом то я использовала из розового полиэстера я шью наряд для пупсика для опять же это день для маленькой девочки для мир очки еще не закончила но я думаю что сегодня будет у меня уже и для нее подарки закончены тоже это все покажу в общем какие вопросы есть где и на каком магазине купить можно ленты где подороже где подешевле где очень внимательно и хорошие продавцы а куда не стоит даже стучаться все спрашиваете я все объясню но вы на этом пока и закончу кончу